Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин, я рассказываю о книге о музыке и кино. Сегодня речь пойдет о классике. Мы немножечко поговорим про хитроумного Идальга Дон Кихота Ломанческого. Почему немножечко? Потому что, в принципе, об этой бессмертной книге можно говорить бесконечно. Она абсолютно неисчерпаема. Как, в общем-то, и любой из бродячих образов, так называемых, шагающих из столетия в столетие, из произведения в произведение, вроде Дон Жуана, да, он у нас есть, кто не знает, на всякий случай, напоминаю, в Мольеровском изводе, Тирсо де Малиновском, потом Мольеровском, потом у Моцарта в Дон Жуане. Там не просто немножечко отличаются. Ну и, наконец, последний, да, наиболее нам знакомый, это Дон Гуан из «Маленькой трагедии Пушкина». Там не просто немножечко отличаются оттенки образа. Там разный сюжет, там разные совершенно характеристики персонажа. Там по-разному совершенно мировоззрение его строится. Вот то же самое происходит с Дон Кихотом. У нас есть «Русский человек на рандеву», знаменитая статья, да, классическая. Вспоминаем, у нас есть, значит, знаменитые интерпретации образа Дон Кихота, как христологической фигуры, как романтического, прекрасного, значит, примера для подражания, да. У нас есть чудесное слово «Донкишотствовать». Именно так, в старинной огласовке, в старинном звучании этого имени, да, не «Донкиходствовать», а «Донкишотствовать». И это очень уничижительное значение, имеющее выражение, да. Это выражение означает, скажем так, не просто бороться с ветряными мельницами, да, то есть понапрасну пускаться в сражение там, где это совершенно не требуется, а, ну, выставлять себя дураком, да, выставлять дураком добро, выставлять глупым добро, понимаете? Ведь что делает Дон Кихот, да, он не просто показывает, значит, всю абсурдность вот этой вот реальности рыцарских романов, да. Когда выдумка и реальность сталкиваются, становится наглядно видно, насколько все это глупо. И то, что ты у Мэлори читал, восхищался и, как бы, может быть, восхищался, да, и слезы проливал, да, если ты читал там «Смерть Артура» в великолепном этом иллюстрации, у меня был видеорассказ о прекрасном издании с иллюстрациями Берцлея, да, я говорил, что это не книга, это жертвоприношение на алтарь, значит, библиофильства, да, и библиомании в своем собственном доме. Такой фолиант надо держать на коленях перед горящим камином, да, за бокалом, допустим, Хереса. Вот, значит, и, значит, листать, 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 значит, ну, это, понимаете, это отдельная реальность. И вот как раз, когда она сталкивается с грубой жизнью, да, получается вот такая какафония, получается такая вот насмешка. В то же время Дон Кихот очень добрый человек. Каждый раз, когда я перечитываю эту книгу, случалось это уже трижды на моей жизни, я думаю, что это произойдет дальше. Первый раз невнимательно в институте, когда это было обязаловкой, когда я просто голубым по европам ее листал. Второй раз уже, заканчивая здесь, в Москве, мне попалось в руки среди бесчисленных чемоданов, привезенных из дома, был чемодан очередной книг, и там было вот желтенькое издание Дон Кихота, как в детстве. И сейчас оно, кстати, напоминает цветом это издание в серии «Сквозь время», то самое первое, того первого Дон Кихота с иллюстрациями Дорея, который у меня был. И я с удовольствием его перечитал уже гораздо более внимательно, сосредоточившись на втором томе. И вот сейчас я понимаю, о чем пишет Олег Кудрин в своей великолепной статье к вот этому изданию Дон Кихота. Вот, друзья мои, бывают статьи, а бывают статьи. Бывают послесловия, которые стоят самой книги. Бывают такие вещи, которые невозможно пропустить. Отдельно, специально полистайте, полюбопытствуйте. Стоит купить этот двухтомник только ради работы Кудрина. Не потому, что она филологически гениальна, или вспахивает такие глубины, что просто вот прям все испановеды, все, значит, сервантосоведы просто должны просто обмереть и упасть от этого, значит, попасть ниц перед этой работой. Нет. А потому, что она доступна и ясно говорит о сложнейших вещах. Говорит так, чтобы просто захотелось немедленно перечитывать этого самого Дон Кихота. Дон Кихот многоликий называется статья. И там действительно очень чутко и тонко, я бы сказал, с честерстоновской чувствительностью к вот этим нюансам, рассказано о том, что образ Дон Кихота, он очень сложный. Это не просто типовая христологическая фигура, где, значит, у нас страдает главный герой, олицетворяя собой гибнущее в этом мире добро. Нет. Это насмешка над добром. Это же профанация добра. Это профанация того самого рыцарства, Дон Кишотства, который и одновременно глубочайшее страдание от происходящего. Ведь Дон Кихот не может не понимать в глубине души, что он никакой не губернатор острова, никакие это не подвиги, никакие это не великаны, никакое это не волшебство. Он не просто сошел с ума, он свихнулся именно на рыцарских романов. Все, что выходит, выламывается из этой реальности, иллюзорной рыцарских романов, воспринимается им вполне трезво и так далее. То есть, пока мы играем в игру, все нормально. Как только мы выходим за рамки правил, он отбрасывает меч, берет в руки палку и поступает, как положено на бедневшему Идальгу. Значит, это совершенно другие правила. Очень много нюансов в том, как интерпретировался в 20 веке образ Тон Кихота. Потому что от бесконечного, буквально святого из него сделали, ну, вы помните эту классическую работу, конечно, это отдельный факт, что такой вечный образ вот такую многогранную интерпретацию имеет. Но самое главное для меня в этой, во всей истории, то, что я вот этих вот зловещих, значит, черт образа Тон Кихота я не замечал, я о них не вспоминал, даже если чувствовал их до статьи Кудрина. И для меня это действительно стало важным пониманием того, как этот бессмертный образ преломляется сегодня, в нашей дне. Кроме того, статья прекрасная, очень краткая, предельно сжатая, очень сочувственная, сочувствующая герою. Изложение биографии самого Сервантеса. Мигель Сервантес де Саведер прожил очень-очень тяжелую, трудную жизнь. И умер на взлете, у него было много планов, он только-только во второй половине жизни обрел настоящие творческие силы. Он мог бы такое написать, но не судьба. Он знал, что умирает, и это очень печальная страница этой статьи, и страница биографии Сервантеса, и об этом замечательно совершенно написано. Я когда-то рассказывал о романе, посвященном героическому периоду жизни Сервантеса. Он до конца своих дней гордился своим увечьем, своей, значит, иссокшей рукой, гордился, значит, своим военным прошлым, своей военной карьерой, потому что он был патриотом, потому что он был очень гордый и смелый человек, это понятно. Вот. Но вот как раз периоду его плена был посвящен этот роман, да, «Улица Сервантеса». Но как-то все совершенно по-другому там воспринималось. Это были такие в достаточной степени приключенческие вещи. Тем и интересны, тем и привлекают внимание к биографии великого писателя. А вот здесь этот очаг, он вызывает прежде всего сочувствие, настраивает на философский лад, опять же призывает к прочтению романа. Ну и, наконец, то, что не встречается в сопроводительных статьях почти никогда. То, что вы редко найдете в любом академическом издании, потому что это за рамками академической науки, это в чистом виде вкусовщина, да, и, значит, ломка всех стереотипов. И то, что как воздух нужно любому читателю, неравнодушному классике. Это вот этот прекрасный раздел. Дон Кехот Ломанческий. Десять рекомендованных книг. Ну специалист же. Ну Олег Кудрин все же знает. Он же, он действительно может нам в одном абзаце сказать о плюсах и минусах каждой из этих книг. Это десять блестящих рекомендаций. Это каждая из этих книг настраивает на свой лад и освещает свою сторону вопроса и посвящена своим проблемам. Здесь есть биографии Сервантеса. Не одна биография, а больше. Чем они отличаются, читайте, вы узнаете и поймете. Здесь есть прекрасные совершенно книги, посвященные Дон Кехоту. И каждая из вот этих главок, да, каждая из десяти рекомендаций, она еще прекрасно названа Кудрином так, как стоит, наверное, назвать книгу, посвященную Дон Кехоту. Дон Кехот всемирный, Дон Кехот российский, Дон Кехот увлекательный, Дон Кехот дотошный. Это Держарин, Сервант, с жизнью творчества, художественная литература, 58-й год, да, по названию уже ясно, о чем речь, да, и такой должен быть. Дон Кехот разоблаченный, Набоков, лекция о Дон Кехоте. Вообще говоря, страницы, посвященные, ну да, тут целые страницы, наверное, посвященные Набокову и его лекциям о Дон Кехоте, они, конечно, очень чувственны и очень вызывающи. Тут чувствуется, что и Кудрин задет за живое, и мы с вами задеты за живое, и уж Набоков был задет за живое, когда писал такое. Правда, про Дон Кехоту он очень, так я бы сказал, ярко написал. Он умел и любил припечатать. Набоков – это один из пристрастнейших, но блестящих, гениальных, конечно, читателей 20-го века. Итак, читайте. «Хитроумный идальга Дон Кехота ломанческий». Вот сейчас, оглядываясь на свой рассказ, я понимаю, что я ничего не успел сказать. Обязательно вернусь к этой книге еще раз. Буду говорить и о Дон Кехоте, и о его значении в моей собственной жизни, и о том, как Гамлет и Дон Кехот соотносятся в классической статье русской критики, и о том, что такое вообще бродячий образ, вот этот всемирный образ в мировой литературе. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.